По личному опыту знаю, что иногда непросто найти хороший рецепт выпечки без молочных продуктов и яиц. Поэтому делюсь проверенным вариантом постного бисквита на кокосовом молоке. Подробнее, как приготовить постный бисквит, я расскажу ниже. Кокосовое молоко выбирайте высокой жирности, такое обычно продается в жестяных банках. По этому же рецепту можно приготовить обычный бисквит, если заменить какао-порошок на равное количество муки. Бисквит получается влажным и мягким, хорошо режется на коржи и не рассыпается. Такой бисквит подойдет в качестве основы для разных тортов. Мука – 250 грамм. Какао-порошок – 50 грамм. Разрыхлитель – 1,5 чайных ложки. Сода – 1 дробь 2 чайных ложки. Соль – 1 дробь 2 чайных ложки. Кокосовое молоко – 150 миллилитров. Вода – 130 миллилитров, теплая. Сахар – 190 грамм. Масло растительное – 85 миллилитров. Лимонный сок – 1 столовая ложка. Количество порций – 8-10. Подготовьте все ингредиенты. В большой миске просите все сухие ингредиенты – муку, порошок какао, разрыхлитель, соду и соль. Хорошо перемешайте. В другой миске соедините теплую воду с коксовым молоком. Добавьте сахар, размешайте до полного растворения. Затем влейте лимонный сок и растительное масло. Еще раз размешайте. Добавьте в миску к жидким ингредиентам сухие, размешайте венчиком, пока не останется комочков. Тесто должно получиться по консистенции как сметана. Допустимо разбавить его небольшим количеством воды, если оно получается гуще. Перелейте тесто в форму для выпечки. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Готовность проверяйте сухой шпажкой. Готовый бисквит достаньте из духовки, оставьте на полчаса в форме. Затем аккуратно вырежьте его из формы с помощью ножа. Когда бисквит полностью остынет, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на ночь. Аккуратно срежьте выступающую верхушку у бисквита, затем разделите на равные коржи. Постный бисквит готов, приятного аппетита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!